Мусор сегодня глобальная мировая проблема. Ежегодно миллиарды тонн природных ресурсов становятся расходным материалом. Без рециклингов. Вскоре планета не только погрязнет в отходах, но и останется без природных ресурсов. 15 ноября есть подходящий повод, чтобы задуматься о переработке мусора. В этот день во всем мире отмечают Международный день переработки вторсырья. В упаковке от товаров остатки еды, пришедшие в негодность вещи. В среднем в день, по статистике, россиянин производит около 1 килограмма 100 граммов мусора. Оседают эти отходы на мусорных полигонах. Самый вредный мусор – пластиковые отходы, одноразовая посуда, пластиковые бутылки, пакеты. Сжигать их нельзя, от этого выделяется ядовитый газ. Закапывать в землю тоже бессмысленно. Среднее время разложения пластмассовых изделий колеблется от 400 до 700 лет. А так любимые горожанами полиэтиленовые пакеты в природе разлагаются от 100 до 200 лет. Единственный безопасный способ борьбы с мусором – его переработка. По данным экологов, к 2030 году она позволит сократить объем захоронения мусора в России на 75-80%, а значит сократится и количество свалок. Новая сфера даст новые рабочие места, позволит экономить энергию и госбюджет. Кроме того, из мусора можно делать новые, весьма качественные вещи. Культура сортировки отходов понемногу начинает укореняться в сознании россиян. Например, уже несколько лет экоактивисты Нижегородской области занимаются сбором мусора на переработку. Точки есть в Павлове и на Бару, а в Нижнем Новгороде открыто уже более 150 эко-пунктов. За сдачу мусора даже платят. Это не только бесплатно, это даже за деньги. То есть ты получаешь какие-то условные денежки. То есть это, конечно, не миллионы рублей, а какие-то условные. 2, 3, 4, 5, 10 рублей. Но тем не менее, это сырье, которое впоследствии будет переработано, и оно будет получать новую жизнь в виде каких-то новых продуктов, новых предметов. В Сарове тема раздельного сбора мусора пока на паузе. Закупленные несколько лет назад контейнеры так и не появились во дворах. Однако активно экологическим просвещением занимаются в школах. Например, в Центре образования несколько раз в год проходят акции по сбору батареек, бумаги и пластиковых крышечек. Но в полном объеме система по сбору отходов в городе пока не работает. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.